Погода за окном сменилась аномальной жарой. Как меняется работоспособность человека? Какие советы могут дать психологи для улучшения состояния? И какой прогноз погоды на ближайшие 10 суток ожидает казанцев? Узнавал наш корреспондент Алия Шекерзянова. Гидрометцентры России прогнозируют, что июнь будет выше нормы по температуре примерно на 1 градус. Многолетняя норма для июня составляет 18 градусов. Если прогноз оправдается, среднемесячная температура поднимется до 19 градусов. Раз в 5-7 дней происходит смена циклона антициклоном. В то же время нельзя сказать, что если у нас была теплая погода последние несколько дней, то обязательно следующие несколько дней будут отличаться в холодную сторону. А так сейчас конфигурация барийского поля такова, и синаптическая ситуация такова, что в ближайшее время мы опять попадем под действие барийского гребня, когда температура будет достаточно высокая, будет безоблачно, то есть дневной прогрев будет преобладать, и будет действительно жаркая погода. Психологи утверждают, что есть взаимосвязь между состоянием увеличения тревоги, панических атак и высоких температур. Температура и жара могут повлиять на устные способности человека, в частности на снижение концентрации внимания, из-за того, что могут наблюдаться такое явление, как гипоксия, когда страдает кровообращение головного мозга, нехватка кислорода наблюдается, и действительно это может влиять на концентрацию внимания. Советов по улучшению самочувствия довольно много. Самые простые из них – поменьше бывать на солнце, проветривать помещение, обращать внимание на свое состояние и быть с близкими людьми, которые могут оказать вам поддержку. Также наш телеканал узнал, как чувствуют себя жители города в жару. То есть, когда жарко, абсолютно не хочется работать, хочется пить холодный лимонадик, не знаю, сидеть в парке. И, ну, достаточно сложно находиться в описанном помещении. Несмотря на то, что открыты окна, открыта дверь, то есть у тебя сквозняк, но все равно делать ничего не хочется. А еще вот люди, которые диплом получили, радуются, кричат, работать невозможно. Я больше люблю солнце, жару и лето, нежели дождь, пасмурную погоду и снег. Комфортно, солнечная погода, но когда не жарко. Но мы сами себе создаем погоду, поэтому надо пить воду, надо прятаться в тенек, надо одевать кепочки, панамочки, и тогда все будет прекрасно. Нормально переношу, лучше, чем холодно. Люблю жару. Сегодня очень такая погода благоприятная, я считаю. Очень хорошо себя чувствуешь в такое время. И не жарко, и не холодно. Тимур Ауходеев отмечает, что на ближайшие 10 суток погода будет также аномально теплой. Алия Шакирзянова, Фарид Захитуглу, Универ Ньюс.